Добро пожаловать на мой канал! С вами Юля, и сегодня вы узнаете, как использовать Blender, программу для 3D. Кратко рассмотрим интерфейсы навигации. Если вы не смотрели предыдущие видео, то рекомендую обязательно посмотреть. В нем я рассказывала о функциях программы и как ее бесплатно скачать с официального сайта. Итак, при открытии программы по умолчанию стоит куб, который уже выбран. Слева у нас есть инструмент Remove. После нажатия появляются стрелочки, которые соответствуют трем осям проекции. Здесь, в зависимости от того, что выберем, сможем перемещать выбранный предмет. Дальше у нас есть инструмент вращения, в котором тоже можно выбирать много направлений. Следующий инструмент Scale. Это масштабирование. Здесь также можно масштабировать по осям и по всем направлениям. А для отмены последнего действия на клавиатурой нажимаем Ctrl-Z. Это нам понадобится часто. Да и впрочем, каждому такому инструменту есть горячие клавиши. Если вы их запомните, то работа будет гораздо быстрее. Если навести стрелочкой, то мы видим, какая клавиша отвечает за определенное действие. Например, далее инструмент Crab. За это действие отвечает клавиша G. Нажав ее, мы сможем перемещать объект. А нажав клавишу Escape, мы можем отменить перемещение. Далее инструмент вращения – это клавиша R – Radius. И еще из основ надо научиться перемещаться по сцене. Зажимаем колесо мышки, двигая мышку и тем самым получается вращение. Передвигаться в сторону можем добавив клавишу Shift. Также зажав ее, перемещаем мышку с зажатым колесом. Те же действия можно выполнить с помощью этих инструментов навигации. Потренируйтесь сами. Пишите комментарии, отмечайте лайком – это все поможет в развитии нового канала. А в следующем видео смоделируем простое яблочко. Так что, если хотите чему-то научиться, есть смысл подписаться на канал и кликнуть на колокольчик, чтобы точно вам пришло уведомление о новом видео. Всем хорошего дня, до скорых встреч, всем пока-пока!